У нас наш гость появилась Андрея Калан, я представляю нашим зрителям. Друзья, вот наш сегодняшний сюрприз, да, мы очень рады видеть у нас в эфире и приветствовать госпожу Андрея. Здравствуйте. Госпожа Андрея – это представитель Госдепартамента США. Мы помним, как вы ровно год назад включались к нам в эфир, когда мы проводили наше YouTube-шоу, и мы тогда обсуждали, госпожа Андрея, мы тогда обсуждали с вами, как раз это была Мюнхенская конференция по безопасности, вы включались тогда с улицы, вы еще немножко замерзли, потому что пришлось ждать. Но вы героически отстояли все это, вы вышли к народу Украины, вы рассказали, что США делают, как они пытаются предотвратить эту беду, которая в конце концов все равно произошла. И вот сегодня мы сейчас, вот Дмитрием Гордоном здесь в эфире, мы слушали вместе с нашими зрителями речь, которую произнес Джо Байден в Варшаве, поистину историческую речь. И мы, конечно же, хотим, чтобы вы сейчас ее прокомментировали. То есть вот что это значит? Я прошу прощения, я хочу поздороваться с госпожой Калан, рад вас видеть. Нас смотрят сейчас в прямом эфире 30 тысяч 66 человек, одновременно посмотрят сотни тысяч, миллион людей. Поэтому, да, очень интересно, что вы, как высокопоставленный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, думаете о речи президента Байдена. Ну, речь президента Байдена была очень сильной речи. И мы видели, как он подтвердил позицию США, что мы будем стоять вместе с нашими партнерами, вместе с Украиной до конца. Вот нам нужно положить конец этой войне, и мы готовы работать со всеми партнерами, чтобы дать Украине то, что нужно. Вот он очень сильно описал ситуацию, что он рад, что сейчас делает это выступление в Польше, потому что Польша так помогает Украине тоже. И он тоже говорил о поездке в Киев. Вот эта историческая поездка неожиданная, но так приятная, что он рисковал вот эту поездку во время войны. Важно для него было стоять в Киеве, говорить с президентом Зеленским именно в Киеве и показать, что наша приближенность к Украине этого тверда. И это не только на сегодня, на завтра, это на долгий срок. Потому что вот как раз он сказал, что путь к демократии и демократии вообще, это не дело в один день или дело в год, а это длинный-длинный процесс, и нам нужно бороться за это. Так что вот я думаю, что вот столько людей были там на площади тоже. Это было очень приятно видеть и видеть их реакции от его выступления. Я хотел бы вам задать вопрос не только как дипломату, но и как человеку. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, на сегодняшний день Путин уже проиграл или впереди тяжелейшая борьба? Ну он уже проиграл, потому что весь мир против него, кроме… Ну он в изоляции, только Иран и Северная Корея хотят дружиться с ним. Так что я не знаю, он видно проиграл. Это просто тогда нам нужно поддерживать Украину, чтобы Украина могла бы подняться на поле боя. Но вообще в жизни, в мире, в общем смысле, Путин уже давно проиграл. Андреа, скажите, пожалуйста, вот вы знаете, мне приходится слышать из уст высокопоставленных западных дипломатов, в частности, такую картинку. Вот к лету украинская армия попробует закрепиться, проведя контрнаступление, закрепиться на какой-то территории. Вот сколько отвоюет, столько отвоюет. А дальше неминуемо заморозка конфликта. Вот стороны расходятся, каждый в свою сторону. И никаких мирных договоров нет, но заморозка конфликта. Вот что Украина отвоюет, то ее. Что Россия отвоюет, то ее. Вы верите в это или вы верите в полное освобождение территории Украины на момент 1991 года? Ну, я вижу, что я вижу победу Украины. Как это будет выглядеть, это вот зависит от народа Украины, от правительства Украины. И США будут поддерживать решение Украины, в каких условиях положить конец этой войне. Ну, как вы говорили, заморозка, то вот такая ситуация, это вот если мы смотрим на то, что случилось в 2014 году, это привело к тому, что мы видим сейчас. Так что ситуация сложная, естественно, мы видим, что будет весенное наступление со стороны России, будет, наверное, контрнаступление со стороны Украины, потому что украинские военные службы так храбро защищают свою страну и свои дома, освобождают территорию очень успешно, особенно используя оружие, которое получают от западных партнеров. И вот эта война может закончиться уже сейчас. Путин должен просто решить вывезти войска из Украины. И тогда это может быть уже через час, если бы Путин дал слово, что вот все, мы проиграли и войска оттуда. Я знаю, вот это то, что мы все хотим. Я думаю, что вот президент Байден это выразил тоже, что вот один человек решил, один человек может просто сказать все, мы видим войска из Украины. Если он так скажет все, по российской традиции, для него жизнь уже будет закончена, его убьют свои же. Слабых царей Россия не любит, Россия любит Сталина, Ивана Грозного. Хрущева, Горбачева, нет, они слабые, а вот такие, как Сталин, да, он нас уничтожал миллионами, но он сильный был. Понимаете? Ну, я думаю, что вот, чтобы мерить как сильность человека, это не быть как Сталин или быть очень жесткий человек. Человек, который думает про своего народа, который обеспечивает жизни своих граждан. Вот это смелый человек. Алиса, пожалуйста. Это для всего цивилизованного мира, для нас, это то, на чем мы стоим, это ценности, это свобода, это демократия, это права человека. Но, к сожалению, в России мы наблюдаем сегодня совершенно другую картинку, потому что какая-то массовая истерия, помешательство. И вы же видите, как даже вот русские люди в большинстве своем, да, конечно, мы не говорим обо всех, мы не обобщаем, но в большинстве своем, что происходит, то есть что у них в голове творится. И, к сожалению, это сегодня наши соседи, с которыми у нас столько тысяч километров границы. Андрей, вот я хочу у вас спросить, вы знаете, вот мне, представители вашей американской стороны, весь год широкомасштабного вторжения, войны большой уже, которая началась еще в 2014 году с России, они говорили о том, что президент Байден не может приехать в Киев, потому что это запрещено американским протоколом по безопасности. Ну, так, как бы традиция такая, так написано. Пока идет война, пока мы не победили, он не приедет, ему просто не позволят. И, насколько я знаю, даже эта поездка, она, по сути, в последние секунды согласовывалась, потому что служба безопасности была против, но он реально совершил смелый поступок героический, он настоял на этом, он сказал, что это крайне важно сегодня для Украины, крайне важно для всей цивилизации, крайне важно, за которую мы боремся. И приехал. Вот скажите, это правда, что служба безопасности не советовала ему ехать? Ну, я думаю, что, чтобы президент ехал в страну, где война идет, любой человек, который хочет гарантировать безопасность президента, сказал бы, что вот не советую ехать. Ну, вот президент Байден сам хотел, он очень хотел. Он много раз был в Украине, и это его первый визит в качестве президента, и важно для него показать украинцам, что он поддерживает их. И важно, чтобы он показал Путину, что США и западные партнеры, что мы едины. Потому что, смотрите, мы слышим очень много пропаганды со стороны Кремля, что Запад не единый, что трешины есть в НАТО, что больше нет денег, чтобы передать военную помощь, монетарную помощь и так далее. Что республиканцы не хотят, или после выборов перекращается финансирование. А на самом деле это совсем не так. И республиканцы, и демократы поддерживают Украину. И НАТО очень сильный. Как президент Байден сказал, мы видим, как он сказал, мы видим Финлянд... Что Финляндия и Швеция, они становятся часть членами НАТО, а Путин хотел наоборот, чтобы делать из Украины типа Финляндия. Так что важно, что он поехал, чтобы показать миру всем, что мы сильны, мы едины. Он использовал слово «единство» много, и «свобода», и «поддержка». Так что вот это три самые главные слова, три самые главные месседжи, которые он принес сегодня. Как вы думаете, то, что во время выступления президента Байдена присутствовала президент Молдовы Санду, и то, что Байден упомянул фамилию Санду в своей речи, означает то, что скоро так называемой Приднестровской Молдавской Республики сепаратистского образования в Молдове, где находится 14-я армия России, что скоро этого образования не будет? Я не знаю, у меня просто нет информации о их разговорах, но я думаю, что это говорится о том, что Молдова тоже важным партнером, и что как раз мы видели, что Молдова находится на границе с Украиной. Были проблемы с электроэнергией в Молдове из-за ударов, отрасли ракетных ударов. Так что это нам важно поддерживать соседы Украины тоже. И важно показать, кроме того, что на восточном фланге НАТО мы усиливаем присутствие, и мы готовы защищать восточный фланг и поддерживать восточные соседы Украины. Спасибо большое. Я просто еще раз вам, как представителю американского народа, как представителю администрации президента Джо Байдена, я хочу вам сказать, глядя в глаза, какую благодарность испытывают все украинцы, весь украинский народ по отношению к США. И ваша помощь, ваша поддержка, они реально малооценимы для нас с точки зрения того, насколько много вы делаете и насколько это важно для нас. Поэтому спасибо вам еще раз. И очень важно, что мы все сегодня боремся с агрессором за будущее. Действительно, тут Джо Байден несколько раз подчеркнул в своей речи, что мы не боремся против кого-то. Мы сегодня стоим за светлое будущее всей цивилизации, всей планеты. Мы хотим его отстоять, и мы его выборим. Вот, собственно говоря, спасибо. Спасибо, Андреа. Спасибо за все, что вы делаете. И надеюсь, что когда уже война заканчивается, я могу приехать в Киев и говорить с вами уже в студию. Спасибо. Очень приятно. Так что слава Украине. Героям слава. Спасибо.